Внимание, ролик не является рекламой скамы или чего-либо запрещенного. Это просто обзор игры. Приятного просмотра. Прямо сейчас я расскажу тебе, почему твой аккаунт в Хамстер Комбат и с вероятностью в 99,9% забанят. Да, братан, не удивляйся, такая вероятность действительно есть. На связи, как всегда, отец Евген. Добро пожаловать на новый видеоролик по Хамстеру. Здарова, отец. Проживай мне свой отцовский пальчик век заранее за качественный контент. И приятного тебе просмотра. Подписчики моего телеграм-канала «Отцовское общество» уже в курсе, за что их аккаунт будут банить. Именно поэтому, для того, чтобы узнавать о всех новостях первым и быть в курсе вот абсолютно всего, что происходит в мире таповок, не поленись после просмотра этого видео подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании и в закрепленном комментарии. Там же, если что, выходят все шифры и комбо. Абсолютно каждый день один из первых публикую. Начну издалека. Я думаю, братик ты заметил, что в крайние дни в Хамстер Комбате выходит очень много интересных карточек, которые мало того, что безумно выгодные, так еще и, чтобы их открыть, тебе нужно постоянно приглашать новых, новых и новых пользователей. Многие уже бьют тревогу и уходят из-за этого проекта. Потому что рефералов, которых можно пригласить в игру, у них просто, ну, не осталось. Находить новых игроков каждый день становится все сложнее и сложнее. Потому что в игру играют буквально все. И вот тут-то и кроется главная причина, почему, скорее всего, твой аккаунт перед самым листингом с вероятностью в 99% забанит. Изначально, когда Хамстер Комбат вышел, никто из его разработчиков не ожидал, что вокруг проекта будет такой безумный хайп. Примерно в апреле в интернет сливалась дорожная карта, которая рассчитывалась примерно на миллион пользователей. Если вы изучали все эти новости с токеномика, я уверен, вы этот документ видели. И вот смотря каждый день на все эти новые апдейты, на все эти новые карточки, которые, чтобы их открыть, нужно приглашать все новых, новых и новых пользователей, в моей голове закрадывается одна очень интересная мысль. Делается все это для того, чтобы сбрить аудиторию, которая будет пользоваться так называемыми читами. Прямо сейчас в интернете есть огромное количество площадок, которая позволяет всем желающим покупать так называемых рефералов для того, чтобы раскручивать собственный аккаунт в Хамстер Комбате. Я думаю, вы не раз натыкались на рекламные предложения в различных тематических пабликах, где за энную сумму денег предлагают накрутить качественных рефералов. Очень многие игроки Хамстер Комбата с выходом все новых и новых карточек, которые требуют приглашения от игроков, все чаще и чаще пользуются подобными сервисами и накручивают ботов на собственные аккаунты. И вот здесь-то и кроется главная причина, почему ваш аккаунт вполне вероятно в 99% забанен. Давайте я просто объясню, почему я так считаю. Изначально, как я и сказал, разработчики совсем не рассчитывали на такой ажиотаж вокруг собственного проекта. Если верить документам, которые гуляют по интернету, их расчет был примерно на миллион-два, ну максимум три миллиона пользователей. Сейчас же эта цифра стократно выше. И вы просто только вдумайтесь в эту цифру. Разработчики после листинга своей монеты должны этому числу игроков дать свои монеты. Многие прямо сейчас рассчитывают получить 5, 10, 20, 30, 50, 100 долларов. Но давайте в наш расчет мы возьмем самый нижний показатель. Один доллар. Если разработчики будут своим игрокам, которые играют в Хамстер Комбо, давать хотя бы по одному доллару, то это на секундочку 200 миллионов баксов. И что-то мне подсказывает, что подобного количества балок у разрабов сейчас просто, ну, нет. Вот именно эти опасения наводят на меня мысли, что вот эти вот карточки с приглашением друзей добавляются в игру совершенно не случайно. Разработчикам прямо сейчас нужно снизить количество человек, которым они будут выплачивать деньги. Вспомните, как это было с ноткоином? Там огромное количество аккаунтов просто отлетело. За автокликеры, за мультиакинг и за многие другие причины люди не получили своих денег. Здесь, я уверен, будет ровно то же самое. И я сейчас не беру в расчет никакие автокликеры, за них забанят, понятно. Если вы этим пользовались, за это точно вы ответите в банк. Я сейчас намекаю лишь вам на реферальную систему, которую вы по собственной глупости или незнанию обузили, чтобы открывать выгодные карты. Как я и сказал в одном из своих прошлых видеороликов, распознать ненастоящего реферала, бота, очень просто. Бот, которого вы покупаете на свой аккаунт через все эти сомнительные сервисы, он не играет в игру. Это просто мертвая душа, которая лежит на вашем аккаунте. На его балансе стандартно будет ноль. И вот закупая такие мертвые души, любой алгоритм, настроенный на вычистку так называемых читеров, а это как не крути чит, вы по сути ломаете систему, он в два счета распознает неактивных рефералов, которые зашли в игру и не сделали вообще ничего. Они даже на монетку не покликали, чтобы создать имитацию вот этой вот игры, знакомство с ней. И признаться честно, вот эта вот тактика с добавлением карт, где требуются инвайты, она, ну, она очень грамотная. Только лишь в моем одном телеграм-канале, который, ну, не супер какой-то там, да, самый большой, популярный, тысячи игроков использовали накрутку рефералов. Я на 100% уверен, что за это разработчики будут банить. Прямо сейчас им нужно огромную кучу аккаунтов вычистить, сбрить, удалить, потому что денег на всех явно не хватит. Но, друзья, не стоит паниковать. Я точно уверен, у каждого из вас есть друзья, которых вы пригласили, позвали, там, мама, бабушка, дедушка, которых вы подключили и которые, там, в силу своего возраста, своих каких-то интересов в игру не играли. Они, там, может, один-два раза тыкнули и дальше по игре не двигались. Они также лежат мертвым грузом. Но здесь есть одно очень важное но. Но система, которая будет распознавать ботов, она тоже, ну, не дурак. Она видит прекрасно, где люди настоящие, сколько у людей там сообщений, сколько он пользовался ботом, как он туда зашел, если у него телеграм-премиум, делал ли он хоть один живой клик. И еще очень-очень-очень-очень-очень много факторов, которые позволяют распознать, настоящий человек это был или не настоящий. Ваши рефералы, которых вы приглашаете для того, чтобы открывать эти карты, должны быть активными. Эта реферальная система настроена именно так, что ваши рефералы играют в игру, а вы с них получаете доход. Но когда вы приглашаете ботов, которые созданы на верты, на несуществующие номера, которые, ну, просто, это не люди, это, это, это роботы, алгоритм, то здесь, простите, вас гарантированно забанят. Да, новость, конечно, печальная. Кто-то сейчас в панике, наверное, будет биться головой об стену и думать, о боже, как это так? Столько трудов и все на смарку. Но, друзья, нужно было слушать отца Евгена. Я всегда говорил, не нужно покупать рефералов, за это совершенно точно будут банить. Плюс прецеденты уже были. В других проектах заровно то же самое сносили аккаунты напрочь. И прямо сейчас у вас есть возможность, как бы, ну, не попасть под раздачу. Все, что вам нужно, это приглашать настоящих людей. На вашем аккаунте должно до листинга быть количество приглашенных настоящих людей, ну, гораздо больше, чем ботов, которых вы купили. Только в этом случае вы не попадете под раздачу. Это совершенно точно. А если не знаете, как найти рефералов, welcome в мой телеграм-канал. Там я все уже давно рассказал, открыл. Мои ребята рефералов спокойно приглашают и новые карточки открывают без нарушения правил. Баны неизбежны. Поверьте мне на слово, примерно 50% игроков, которые прямо сейчас играют, получат от игры ровно ничего. Потому что они будут забанены. Это было в ноткоине, это было в других кликерах, это будет и здесь. От этого никуда не деться. И все, что мы сейчас с вами можем, чтобы не попасть под раздачу, это соблюдать правила игры. Спасибо, Кэп. Пишите в комментариях все, что думаете и прожимайте пальчик вверх под это видео. Ну, или дизлайк, если ролик вам не понравился. И обязательно подписывайтесь на мой канал, если до сих пор на него не подписаны. И нажмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И смотреть мои видеоролики и стримчики самыми первыми. С вами был, как всегда, Отец Евген. Увидимся на стриме. Пока-пока. Продолжение следует...